Всем привет! Вернулся с отпуска, отрастил себе усы, все еще веду афишу. А что это вы такие серьезные? Да это вы просто Джокера нового еще не видели. Ну, который злейший враг человека летучей мышки. Только в этот раз Бэтмена не ждите. Нас ждет серьезная драма с закосом под Оскар. История непризнанного комика 80-х, который не вынес жестокости этого мира и слетел с катушек. Если бы дело происходило в России, мы бы просто получили еще одного менеджера среднего звена. Звезда фильмов «Она» и «Гладиатор» Хоакин Феникс отжег так, что фильм заранее окрестили шедевром. Даже если вы не фанат комиксов, это новая веха в истории кино. Сходить обязательно нужно. На больших экранах с 3 октября. Но можно и на отечественных комиков посмотреть. Вечером 3 октября в ЦКЗ Кубанского казачьего хора выступит главный комедиант страны. Вот здесь банальная шутка, за которую нас могут прикрыть. Короче, в Краснодар приезжает Гарри Мартиросян. Между прочим, это его первый сольный стендап. Полтора часа юмора по не очень смешной цене от 1200 до 5500 рублей. Но если вы не успели купить билет, притворимся, что вам не нравится, Мартиросян. Есть альтернатива. Руслан Белый. Градус шуток у этого парня намного выше, а билетики подешевле. Резидент комеди-клаб традиционно представит новый материал, не показанный на ТНТ. Отыскать его можно будет 11 октября в ЦКЗ по цене от 800 до 3000 рублей. Товар ограничен. Как и места на концерт самого популярного хип-хоп-исполнителя России. Кого там сейчас слушают эти школьницы? Да Егора Крида, Балда. А, ну да. Короче, он там песенки свои будет петь. Это будет во дворце спорта Олимп билет от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Давайте снова к интересному. Что? Концерт казачьих песен? Ну, уже лучше. В общем, Краснодарская филармония зовет на субботние открытие юбилейного сезона. Выступают широко известные ансамбли. Ивушка, Скрыня, Гильце, Кубанская казачья вольница. Если хотите провести этот выходной с цыганьком, приходите днем. Билеты до 1200 рублей. Не, ну правда, что угодно лучше, чем Крит. Слава богу, по нему еще восковую фигуру не сделали. А вот Чингисхана и Распутина сделали в музее Фелицина. Там до 1 декабря выставлены копии самых разных знаменитостей. Можно будет зацелфиться с Моцартом, Шварценеггером, Буддой и прочими известными персонами. Главное, не смотрите перед походом дом восковых фигур. Билеты до 200 рублей. Вот Лермонтова у них нет. Зато есть в театре драмы имени Горького. Не копия, а его наследие в виде пьесы «Маскарад». Трагическая история любви и ненависти, которая в свое время прошла цензуру лишь на четвертый раз. И это тогда еще Роскомнадзора не существовало. Короче, в центре сюжета типичные питерские аристократы и их душевные муки. В осеннюю дождливую пору то, что Пушкин прописал. Ну, в общем-то и все. Самое интересное рассказали. До следующей афиши, наверное.